Небольшая торговая точка в Новоивановском, приютившаяся на улице агрохимиков в двух шагах от местной администрации, Бойко торговала пивом после 23 часов. Напомним, что розничная продажа алкоголя в Московской области запрещена с 11 вечера до 8 утра. Однако этот запрет предпринимателей не смущал. Реализация спиртного велась практически в открытую, и участвовавшие в рейде члены молодежного парламента приобрели его без труда. В данном магазине осуществлена продажа алкогольной продукции после неустановленного времени. На индивидуального предпринимателя составляется протокол по части 3 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наложение административного штрафа до 40 тысяч рублей. Оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь» стартовало в Одинцовском районе 3 октября и продлится до самого Нового года. На сегодняшний день полицейские проверили уже около 50 магазинов. В 15 случаях выявлены нарушения правил продажи спиртного. При этом стоит отметить, что дисциплина торговли алкоголем, хотя и медленнее, чем хотелось бы, но все же улучшается. И значительная роль в этом принадлежит общественникам. Я за здоровый образ жизни и за соблюдение законов. Закон существует для всех, его нужно соблюдать. Здесь после 11 спиртное продают. Среди клиентов торговой точки нашлось немало защитников магазина, утверждавших, что торговля ведется в соответствии с законом. Они как бы соблюдают. А чтобы такое, чтобы продавался алкоголь, я в принципе никогда не замечала этого. В отношении предпринимателей, первый раз нарушивших правила реализации алкоголя, сегодняшний закон довольно мягок. Однако за повторные нарушения предусмотренные санкции намного жестче. Петр Горохов, телекомпания Одинцова.